Славянские спортсмены с каждым годом добиваются новых успехов в спорте. И даже ограниченные возможности здоровья не становятся препятствием для желающих попробовать свои силы в соревнованиях. О том, как прошли славянские паралимпийские игры среди людей, чья воля к победе сильнее жизненных трудностей, расскажут наши корреспонденты. Чтобы заниматься спортом, нужна хорошая реакция, координация, сила и выносливость. И даже абсолютно здоровому человеку иной раз трудно добиться хороших результатов. Но есть люди, которые даже несмотря на свой физический недуг, сильны духом и стараются достичь спортивных побед. Такие люди приняли участие в соревнованиях в зачет спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в Паралимпийские игры 2016. На сегодня соревнования такие очень символичные, потому что все мы знаем, что 7 сентября вчера были открыты соревнования в Кроку Сити Холли для спортсменов-паралимпийцев, которые, к сожалению, не допустили до соревнований в Бразилии. И поэтому наше соревнование сегодня, я думаю, дух спортсменов сегодня на особенно высоком уровне. Они душой и сердце, наверное, вместе с теми спортсменами, которые принимают участие в Москве в Кроку Сити Холли. Каждый из участников показал достойный результат. Состязались они по двум дисциплинам – штрафным броскам и настольному теннису. Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт – способ показать свое отношение к жизни. Спорт помогает чувствовать себя нужным, считает Сергей Юрчила. А свои победы он посвящает родным и близким людям, а также своему тренеру. Для меня, ну, как бы, символ для жизни. Для меня тренер здесь сильный. Он мне сказал, когда я к нему пришел, говорю, возьмите меня, для себя, ну, Вадим Валентинович Крылов. Он мне сказал такие слова. Ну, я говорю, я инвалид. Он говорит, ты не инвалид. Говорит, инвалиды находятся, ну, в другом месте. Говорит, ты как все, здоровый человек. Я у него тренируюсь уже долго. Он сказал, борись до конца, как и все. Все люди с ограниченными возможностями здоровья – настоящие оптимисты, умеющие встречать улыбкой каждый новый день. Благодаря удивительной силе воли и жизнелюбию им не страшны никакие болезни. Они – яркий пример того, как, невзирая на сложившиеся обстоятельства, можно добиться успехов в жизни. Надежда Калинина, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».